Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Пришло время подвести информационный итог четверга, 23 апреля, в студии Ирина Коробко. Это «Время Одессы». И смотрите сегодня. На Таирово скандал из-за стройки на газоне. Жители вышли на митинг и готовы перекрывать дорогу. Нам не нужна здесь очередная аптека, приход наркоманов за транквилизаторами. Спасти Черноморку. Геологи, проектировщики и местные жители спорят, как нужно строить берегозащитные сооружения. Проект берегаукрепления Черноморки был разработан еще в 1974 году. Природа, цветы, яркие краски и живая музыка. В Ботаническом саду устроят праздник весны. Здесь, в Ботаническом саду, можно хоть ненадолго отстраниться от привычной городской суеты и насладиться ароматами цветущих деревьев. И все подробности прямо сейчас. СБУ задержала 36-летнюю женщину, которую подозревают в организации взрывов в бизнес-центре на Адмиральском проспекте. По данным ведомства, одесситка по прозвищу «Радистка» заложила самодельные взрывные устройства 10 декабря и 12 марта. По предварительной информации, задержанная действовала в составе террористической группы, преследовала украинских активистов и волонтеров, а также распространяла материалы сепаратистского содержания. Напомню, всего в апреле спецслужбы задержали больше 50 человек, которых подозревают в диверсионной деятельности. Скандальная аптека. На Таирово конфликт из-за стройки на газоне. Жители ряда домов на улице Королева вышли на митинг и готовы перекрывать дорогу. Они уверяют, что новая аптека рядом с их домами возводится незаконно. Рабочие бетонируют часть зеленой зоны. Но застройщик в ответ на обвинение предоставляет разрешительные документы. В непростом споре разбиралась Анастасия Твердохлеб. Здесь, на улице Королева, металлический забор возле проезжей части стоит уже не первый год. Местные жители уверяют, раньше за ним ничего не происходило. Недавно ситуация изменилась. На территории появились рабочие. Когда горожане увидели, что газон заливают бетоном, решили защитить кусочек зеленой зоны и вышли на митинг. Нам не нужна здесь очередная аптека, приход наркоманов за транквилизаторами. Нам это все не надо. У нас есть аптека хорошая, мы довольны. Детям нужна зеленая зона. Деревья, качели, чтобы старики могли посидеть, чтобы мы могли выйти где-то. Чтобы не допустить беспорядков, на место приехала милиция и представители гражданского объединения «Одесская самооборона». Застройщик уверяет строительство совершенно законно и предъявляет разрешительные документы, выданные ГАСКОМ, Управлением строительства и архитектуры и договор на аренду земли. Я встретилась сегодня с представителями застройщика и получила от них следующие документы на стройку. Я внимательно изучила эти документы и могу с полной уверенностью сказать, что строительство абсолютно законное. Нет никаких оснований останавливать это строительство. Застройщик даже собрал подписи жителей близлежащих домов, которые не против, чтобы здесь появилась новая аптека. Но протестующие уверяют, людей, которые там подписались, не знают. Поэтому намерены продолжить свою борьбу. Анастасия Твердохлеб, Олег Шпак, Первый городской. Ко дню психолога одесские волонтеры организовали серию тренингов для людей, которые работают или регулярно общаются с бойцами из зоны АТО. Занятия посещают практикующие психологи, военные врачи, сотрудники госпиталей, волонтеры, а также родные и близкие защитников Украины. Программу поделили на несколько дней. Лекции сменяются практическими занятиями. Организаторы уверены, прошедшие тренинги смогут помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой. Бывают такие симптомы, которые называются амнезия, или вообще потеря памяти, или флешбеки, когда человек вдруг ни с того ни с сего попадает в ситуацию. Перед его сознанием вдруг возникают картинки страшных ситуаций, которые он видел там, и он как будто выпадает из реальности, он уже не здесь. И у него там может быть какой-то остановившийся взгляд, он ничего не слышит. И близким надо понимать, что это симптомы посттравматического стрессового расстройства, которые подлежат и могут быть увеличены с помощью психотерапии. Родственники бойцов Одесской 28-й мехбригады просят командование отправить защитников на ротацию. За 7 месяцев военные отдыхали всего 10 дней. Психологи говорят, длительное пребывание на передовой может привести к депрессиям и посттравматическому расстройству. Бойцам нужна реабилитация и помощь специалистов. Бывать дома и видеться с родными воины должны не реже, чем раз в 4 месяца. И даже в таком случае, после возвращения к обычной жизни, большинству понадобится психологическая реабилитация. Человеческий организм не в состоянии постоянно находиться в боевом стрессе. И если боец находится на линии передовой более 4-6 месяцев, то психологические изменения неизбежны. Необходимо отводить бойцов в безопасное место для того, чтобы они реабилитировались, для восстановления их как физических, так и психологических сил. Сменим тему. Из-за разрушения дамбы Хаджибейского лимана канализационные стоки будут сливать в Черное море. Об этом заявили в службе по чрезвычайным ситуациям. Дамба серьезно пострадала после ливней. В начале апреля была частично размыта. Эксперты считают, что и дальше сливать стоки в лиман опасно. Насыпь может не выдержать напора воды и окончательно разрушиться. Дорогу на скорую руку залатали, но нужен капитальный ремонт, а денег на него пока нет. Сейчас сооружения пытаются укрепить железобетонными блоками, песком и строительным мусором. Работает предприятие облавтодора. Проводят работы по укреплению железобетонными плитами откосок вдоль автодороги и также укрепление автодороги песком. Работает три единицы техники. Специалисты разработали предварительный проект по укреплению берега в Черноморке. Проектировщики уверены, что это реальный шанс спасти поселок, который буквально смывает в море. Все было бы хорошо, но группа местных жителей уверена, авторы документа действуют в пользу строительных компаний, которые хотят застроить берег. Спасут ли Черноморку, выясняла Александра Мироненко. Проект берега укрепления Черноморки был разработан еще в 1974 году. Правда, его так и не воплотили в жизнь. Сейчас говорят о новой концепции, но когда ее реализуют, неизвестно. За это время курорт может потерять целые пляжи. Проект в 40-летней давности уже устарел. Много лет Черноморка уходила в море. И остановить этот процесс никто не стремился. Недавно новую концепцию берегоукрепления таки разработали. Проектировщики предложили построить вдоль берега мысообразные сооружения. После этого размер пляжей значительно сократится. Такая концепция нравится не всем. Жители Черноморки уверены, что берег просто хотят застроить новыми зданиями. Там весь склон обводненный. Понимаете, даже если вы пляж защитите, плато отступать все равно будет. Не говорите, что там нет, он полностью стабилизировался. Оползение не стабилизировалось. Разработчики нового проекта с жителями не согласны. Говорят, сделали то, чего от них требовали. Вот здесь прозвучали странные слова, что, так сказать, земля наступает на море. За счет чего? За счет того, что у нас территорию будет. Если заказчик ставит задачу сделать территорию мысовой формы, видовую площадку, таким-то, ради бога, делаем количество мысов, между ними обязательно делаем 100-метровые пляжи. Специалисты говорят, мысовые конструкции – единственный шанс Черноморки на спасение. С ними пляжей станет меньше, а без них песчаной зоны на берегу вообще не останется. Волнорезы и буны для Черноморки – не вариант. Буновым формам по активной защите, так называемой, прерывистые волноломы, Т-образные и так далее. Все это требует подпитки регулярной. Спустя несколько лет все равно будет размываться, надо подпитывать. Вот эти формы мысовые – это раз и на века, и туда уже добавлять нечего. Но пока разработчики проекта и жители поселка к общему мнению так и не пришли. Обсудили проект, поскандалили и разошлись по домам. Александра Мироненко, Эдуард Шендерович, Первый городской. Солнечных детей Одесского дома-интерната на Макаренко приспосабливают ко взрослой жизни. Их учат убирать, шить и выращивать овощи. Некоторые даже работают помощниками стоматологов. Здесь они могут жить до 35 лет, а после должны перейти во взрослые интернаты. Однако там мест нет. Как решить эту проблему, выяснял Игорь Филиппов. Кристина живет в доме-интернате для девочек с детства. Здесь ее воспитывают и обучают. Недавно ей поручили ответственное дело – работу в теплице. Выращиваю лук, петрушку, салат, морковку, помидоры. Собираем овощи, потом отдаем на склад. Как и все воспитанницы интерната, Кристина – инвалид второй группы. Всего таких девочек в учреждении 130. Большинство – дети. Тех, кто старше 18-ти, берут на работу. Их учат убирать, готовить и даже шить. Вот такие вот интересные котики. Разные. И такие. Какие кусочки были из каких ушей. В феврале здесь открыли первую в области группу поддержанного проживания. Наиболее способных поселили вместе и дали работу. Наталья – одна из участниц эксперимента. Она помощник местного стоматолога. Первым делом успокаивает напуганных пациентов. Я успокаиваю их. Пытаюсь вселить им надежду, чтобы они не боялись врача-стоматолога. Есть такие дети, которые очень боятся. Я их переубеждаю, что они сдаются. Пока таких, как Наташа, 8 человек. Опекают их минимально. В основном воспитанницы заботятся о себе сами. Цель эксперимента – подготовить девочек ко взрослой жизни. Частично они еще наши, подопечные. Но мы надеемся, что со временем они станут полноценными нашими сотрудниками. Делается все возможное для того, чтобы они имели где жить и зарабатывать так, как и все мы. Однако большинство воспитанниц сможет находиться здесь до 35 лет. Потом они должны перейти во взрослые интернаты. Но места для них там почти не осталось. Чтобы девочки не оказались на улице, проблему надо срочно решать. Должно быть какое-то социальное жилье. Должно быть место, какое-то общежитие. Ну, все, что угодно. Любая форма для того, чтобы ребенок мог дальше жить. Сегодня этот вопрос не решен на государственном уровне. Область на себя такое, к сожалению, не сможет потянуть. Без должного ухода такие люди жить в обществе не могут. Директор интерната мечтает построить социальное жилье на территории учреждения уже давно. Так воспитанницы всегда бы находились под присмотром. Но пока денег на проект нет. Для этого нужны спонсоры. Вадим Шпаченко, Игорь Филиппов, Евгений Руденко и Алексей Пережилин. Первый городской. Фонды областного архива переводят в электронный вид. Это не только требование времени, но и возможность сохранить редкие документы. Сейчас в Государственном архиве Одесской области хранится более двух миллионов дел. Они могут быть утрачены из-за аварийного состояния здания. В помещениях нет вентиляционных и воздушных систем. Температура в хранилищах постоянно колеблется, что сказывается на долговечности всего фонда. Кроме того, документы и старинные записи на магнитных лентах, кинопленке и пластинках едва удается спрятать. В здании протекает крыша, а денег на ремонт нет. Мы имеем летом температуру плюс 30, а в зимнее время около нуля. Протекающая крыша создает дополнительные проблемы для сохранности документов, конечно же. На сегодняшний день мы храним более 13 тысяч фондов на более чем 2 миллиона дел. Ближе к Европе Одессу посетила латвийская делегация во главе с министром культуры Даце Мельбарде. Латвия, которая с 1 января возглавила Совет Европейского Союза, будет активно содействовать развитию евроинтеграционных процессов в Одесском регионе. Сотрудничать планируют в первую очередь в сфере культуры и туризма. Город культуры, творческий город с большим потенциалом и со стороны Латвии, которая сейчас выполняет задачи, связанные с президентством Европейского Союза. Мы будем делать все, что мы можем, чтобы помочь Украине, помочь вашему городу, области развиваться и идти на выбранную дорогу европейской интеграции. Латвия представит в Одессе несколько культурных проектов. 24 апреля в оперном театре пройдет концерт при участии известного скрипача Гидона Кремера и оркестра Кремерата Балтика. Кроме того, латвийские профессоры выступят перед одесскими студентами, они познакомят их со своим видением евроинтеграции. А в доме с ангелом зарубежные гости представят выставку под названием «Латвийские мечты и мифы о латвийцах». Мы надеемся, что все те перемоги, которые сегодня произошли между одесской властью и латвийским министерством культуры, представниками делегаций, они уже в скором времени дадут свои результаты и еще ближе наблюдают нас в реализации наших евроинтеграционных реформических устремлений. Ключевым событием визита стало торжественное открытие почетного консульства Латвийской Республики в Одессе. Оно расположилось на улице Коблевской. Одесский национальный университет скоро отпразднует юбилей. В середине мая одному из старейших вузов страны исполнится 150 лет. Отметить это в учебном заведении планируют с размахом. Программа рассчитана на несколько недель. Главное событие – открытие музея и истории университета. В экспозицию войдут документы, фотографии, личные вещи профессоров и студентов. Открытие музея состоится 12 мая в главном корпусе на Дворянской. Помимо этого, к юбилею Одесского университета Нацбанк отчеканит монеты номиналом 2,5 гривен, а на Дерибасовской проведут большой концерт творческих коллективов вуза. Но и это еще не все. Сделано много других атрибутов юбилейного года. Студентские соревнования и спартакиада, которая уже, по сути, на подготовке и начнется. Таким образом, действительно, мы пытаемся в дни юбилея переосмыслить наше минуле, достигнуть сегодня и готовиться к будущему. Лотерея, обмен книгами, песней и презентацией. В Одессе открылся первый фестиваль книг. В Горсаду можно было познакомиться с новинками современной украинской литературы, классическими произведениями, купить книги по символической цене или даже обменяться ими. 23 апреля фестиваль открыли не случайно. 19 лет назад в этот день ЮНЕСКО учредило Международный день книги и авторского права. Сегодня нашим фестивалем мы хотели продолжить жизнь книги. Мы хотели показать, что книга по-прежнему востребована. Мы рады, что на наш праздник пришло очень много людей. Все подходят к выставкам, все смотрят, все спрашивают. Природа, цветы, яркие краски и живая музыка. В Ботаническом саду для горожан устроят праздник весны. Продлится он два дня. Посетителям обещают вереницу разнообразных экскурсий, тренингов и мастер-классов. Обучат искусству флористики, экибаны и работы с керамикой. Заодно научат тонкостям высадки растений и уходу за ними. Все подробности знает Екатерина Лапицкая. Здесь, в Ботаническом саду, можно хоть ненадолго отстраниться от привычной городской суеты и насладиться ароматами цветущих деревьев. На этих выходных для одесситов тут устроят масштабный праздник весны. Время для этого идеальное. Сад весь цветет. По словам сотрудников, этой весной ожили даже старые растения, которые спали годами. Все благодаря сравнительно теплой и влажной зиме. Это уникальная коллекция живых растений, музей живых растений. Поэтому, конечно, они требуют немножко специфических условий. Поэтому мы приглашаем на некоторые участки ботанического сада только на экскурсии. Но значительная часть сада открыта для свободных прогулок. Для посетителей сада проведут сразу несколько творческих мастер-классов. Покажут, как нужно высаживать цветы, составлять букеты и ухаживать за растениями. В эти выходные, кроме того, что можно будет посетить экскурсии, погулять, просто посидеть где-нибудь на пенечке под мощным столетним дубом, можно будет посетить различные мастер-классы, потому что к нам приходят наши друзья, творческие люди. Специалисты научат одесситов всех возрастов делать керамические изделия и рисовать природу в различных техниках. Собственные произведения можно будет забрать домой или приобщить к уже существующей коллекции. Праздник весны устроят на новой территории Ботанического сада на Французском бульваре. Начало в субботу в 11 утра. Вход, как и в обычные дни, платный, но сумма символическая. Екатерина Лапицкая, Руслан Пейков, Первый городской. У нас все. Таким увидели четверг корреспонденты Первого городского. Это было время Одессы. С пожеланиями спокойствия и только хороших новостей. Прощаюсь с вами до следующих информационных выпусков. Спасибо, что смотрите. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин